Ну что, ребятки, кто там страдал от малого количества портов в своих макбуках? Сейчас дядя Сков покажет штучку, которая облегчит ваши страдания. Сегодня ролик про док-станцию 12 в одном Ugreen CM555, который я успешно пользуюсь почти три недели. В комплекте инструкция, качественный кабель USB Type-C для питания и сама станция довольно компактная, кстати не займет много места, все в стиле Ugreen. Портов тут целая роса. Тут можно, конечно, и флешки втыкать, и всякие мышки, клавиатуры. 100 ватт Power Delivery хватит за глаза для большинства ноутбук. Есть, конечно, USB Type-C, RJ45, HDMI, дисплейпорт, также картридеры и главный джек засунули, потому что во многих станциях новых его уже нету. Джек — это в смысле 3,5 миллиметров аудиоджек, у кого остались такие наушники скуфовские, тот поймет. Характеристики каждого смотрите на скрине сверху, кнопка включения для любителей интернета по проводу и отсутствия задержек есть и RJ45 до 1 гигабита. Задачей этой коробочки — собрать в себя все кабели, чтобы к ноутбук ушел всего лишь один — философия минимализма, что мне нравится с момента увлечения гаджетами и знакомства с техникой Apple. Конечно же Ugreen CM555 в дружестве с Windows, сохраняя характеристики, описанные выше. У меня уже был опыт тестирования подобных станций. Для корректной работы с несколькими мониторами не забывайте устанавливать приложение DisplayLink, давать ему полный доступ, а также активировать режим High DPI. HDMI 2 позволяет выводить изображение с максимальным разрешением до 8К при частоте 30 Гц в винде и до 4К при 60 Гц macOS. Обратите внимание, что для работы с разрешением 8К видеокарта вашего компа должна поддерживать этот режим. HDMI 1 и порт PDI обеспечивают вывод изображения с разрешением до 4К при 60 Гц в обеих операционных системах. Они подходят для программирования, не знаю, биржевой оторвавли, дизайнерских работ и вообще любых других задач. Благодаря высокой скорости передачи данных на портах USB-A и C, а также на других портах этой док-станции, вы сможете комфортно работать за компьютером и не тратить время на ожидание прочтения или передачи информации с носителя или посетителей. Ах да, как я уже сказал выше, предполагается, что вы будете использовать эту док-станцию вертикально. Учитывайте этот момент, для меня лично это огромный плюс, так как по сравнению с предыдущей док-станцией, это занимает в разы меньше места. Мой сетап сейчас выглядит вот так. Как видите, все компактно уложено, на маке занят один порт, и Magmut Pro 14D заряжается примерно за полтора часа. Станция еле-еле теплая, подвисаний вообще никаких не замечено. Гаджетами Ugreen вообще пользуюсь давно и никогда не испытывала с ними каких-либо проблем. Теперь на моем столе поселился еще один, чему я собственно и рад. Ugreen 7555 поможет решить проблему нехватки портов, как при домашнем, так и при офисном использовании. Подключайте телевизор, мониторы, проекторы, а наличие высокоскоростных портов полностью разрежьте руки при использовании периферии. Подробнее об Ugreen 7555 можно почитать по ссылке в описании. Обнимаю всех любителей прогресса. Подписывайтесь на канал или не подписывайтесь на канал. Ставьте лойсы или не ставьте лойсы. Всем пока.